Беларусь ввела пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. 9 января президент страны Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Для этого, для того, чтобы действительно получить возможность безвизово посетить страну, нужно прибыть в Беларусь через национальный аэропорт Минск. Безвизовый режим распространяется на все страны Евросоюза, США, Японию, Бразилию, Индонезию и ряд других. Для того, чтобы въехать без визы на беларусскую территорию, необходимо иметь при себе действующий паспорт или документ, его заменяющий, денежные средства, медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро. В Минске подчеркивают, что нововведение должно способствовать активизации путешествий бизнесменов, туристов и частных лиц. Сейчас обо всем этом поговорим с беларусским политологом Евгением Прегерманом. Он сейчас с нами на прямой связи по скайпу. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, все-таки 5 суток это скорее выглядит, ну не то чтобы как издевательство, но явно мало. С какой целью все-таки президент Беларуси Александр Лукашенко пошел на такой шаг и разрешил, ну вот в частности гражданам США и Евросоюза, пребывать без виз в Беларусь на такой срок? Ну в общем-то с той целью, с которой Министерство иностранных дел и другие официальные лица, которые были причастны к разработке этого законодательного акта и декларируют. То есть с целью интенсификации контактов на уровне людей, на уровне туристов, на уровне потенциальных каких-то бизнес-контактов. Понятно, что мы живем же не в идеальном мире, где здесь и сейчас может быстро все реализовываться. В таких политически, ну скажем так, консервативных системах, как Беларусь, как правило, решения являются отражением некого накопленного опыта. Так вот еще года 3-4 назад шли большие дискуссии о том, вообще стоит ли разрешать иностранцам, которые прилетают из стран, где нет белорусских консулатов, приобретать белорусские визы в аэропорту. Очень много среди госслужащих было противников этого решения. Ну вот прошел чемпионат мира по хоккею, который показал, что не кусается пускать людей без виз. Была практика также пускать людей без виз в Беловежскую пущу на 3, потом 5 дней в Гродненскую область. Ну вот теперь такое решение, еще один шаг. Возможно, в будущем она будет расширена, от 5 дней перейдем к большему. Кстати, почему именно 5 дней? Потому что по белорусскому законодательству лица, пребывающие в Беларуси до 5 дней, не должны регистрироваться в органах внутренних дел. Поэтому, ну, дабы не затрагивать другие законодательные нормы, пока решили ограничиться этим. Евгений, скажите, пожалуйста, ну ведь это же шаг очевидный, шаг в сторону Запада, но при этом это шаг от России или все-таки нет пока еще? Да, совсем не от России, конечно. Если бы мы одновременно ввели визовый режим с Россией, тогда бы это, конечно, был шаг от России. А так это, ну, не шаг, который просто раскрывает то пространство, которое ранее было закрыто. Для страны, которая декларирует официально многовектору внешнюю политику, естественно, это логический шаг. Другой вопрос, что, ну, по мнению многих, меня, в том числе, конечно, нужно было сделать это раньше, но, повторюсь, мы живем не в идеальном мире. Все решения, все аргументы, все идеи, они так или иначе принимаются в конкретном политическом, культурном и даже психологическом контексте. Поэтому вот то, что стало возможно сейчас, то и было принято. Евгений, насколько я понимаю, сейчас не существует настоящей границы между Россией и Беларусью. То есть те люди, которые приедут в Беларусь на 5 дней, смогут спокойно въехать в Россию? Или теперь появятся какие-то все-таки посты на автодорогах, может быть, на железнодорожных станциях? Ну, в любом случае, по законам, люди, приехавшие в Беларусь без виз, не имеют права посещать Российскую Федерацию. Более того, я подчеркну, что согласно принятому указу, прибывать можно из любых стран, кроме России. И только тогда человек-гражданин одной из этих 80 стран имеет право пересекать границу Беларуси без визы. Вот этот транспортный поток, авиапоток с Россией сюда не включил. Другой вопрос, что действительно по законодательству союзного государства у нас открытое пространство. Более того, как вы знаете, Беларусь член Евразийского экономического союза, в котором также задекларированы. И с разной степенью успешности реализуются 4 свободы, в том числе свободы перемещения лиц. Я единственное напомню, что в конце прошлого года разразился такой мини-скандал вокруг визовых вопросов, когда российская сторона попыталась ограничить возможность пересечения гражданами третьих государств Беларусско-российской границы, говоря о том, что это может происходить только в пунктах официального пропуска. А таковых, в общем-то, чисто формально даже и не было. Потом какие-то вопросы были улажены, но все сводится к тому, что между Беларусью и Россией, по мнению России, должно существовать единое визовое пространство, но Беларусь явно пока не готова не то чтобы к решению, но и даже интенсивным переговорам по этой теме. Евгений, давайте вернемся к началу. Вы сказали о том, что продекларированная Министерством иностранных дел цель вот этой самой визовой либерализации на самом деле и есть реальной целью всех этих вещей. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, действительно вот этот пятидневный безвиз поможет наладить некое сотрудничество, некий диалог между белорусским бизнесом и бизнесом западных стран или стран Востока, потому что, например, Индонезия тоже включена в список безвизовых государств. Даже если мы будем говорить о каких-то культурных связях, это будет способствовать, это поможет? На мой взгляд, это однозначный шаг вперед. Как правило, туристы, которые приезжают сюда, в Беларусь, это в основном все-таки граждане европейских государств, едва ли рассматривают возможность провести здесь месяц или полмесяца. Как правило, это краткие визиты с посещением основных каких-то точек и достопримечательностей или, скажем, посещение конференций. Вот мы в рамках экспертной инициативы «Минский диалог» регулярно проводим международные конференции по тематике безопасности и внешней политики международных отношений в нашем регионе. И это тоже для нас проблема всегда была, когда люди приезжают на 2-3 дня, и для этого нужно готовить все эти визовые приглашения, людям нужно идти в посольство, консулаты, получать визы. То есть это однозначно облегчение целого сегмента отношений, которые уже есть, и потенциально могут сложиться. Что касается бизнеса, естественно, ожидать того, что завтра или, скажем, с 1 февраля, когда этот документ начнет работать в Беларусь, польются какие-то инвестиции, естественно, не приходится. Но вот с точки зрения какого-то точечного потенциала для бизнеса есть тоже, наверное, новые возможности, потому что бизнес — это, в общем так, если грубо говорить, это идеи, это люди, которые могут эти идеи реализовывать, и это некое условие, которое существует на территории, где идеи можно реализовывать. Вот ничего этого не может быть, как минимум, без того решения, которое было принято вчера. Но, повторюсь, естественно, нужно для Беларуси делать еще многие другие шаги для того, чтобы инвестиционная привлекательность была выше. Евгений, не могу не спросить про газ. Насколько мне известно, некоторые трения между Минском и Москвой сейчас именно в газовом вопросе существуют. Они как-нибудь связаны с этим безвизом? Ну, то есть вот решение Москвы не идти навстречу Минску в плане льготной цены на газ, оно как-то так или иначе увязано с этим безвизом? Или это разного какого-то характера действия? Совершенно разного характера действия, совершенно разные темы. Вообще тематика безвиза, она обсуждалась уже достаточно давно. Еще в конце лета было заявлено целым рядом представителей и Министерства иностранных дел, и других ведомств, что документ находился в высокой степени готовности. Но предстояло еще некое внутриведомственное, межведомственное согласование. Поэтому это два таких параллельных процесса. Газовый кризис, он тоже длится уже не первый день, фактически весь прошлый год. Он так или иначе развивался с разной интенсивностью и масштабностью. Но, повторюсь, это разной темой. Более того, я думаю, что принятие безвиза, без, ну, по крайней мере, согласования с пограничными органами Российской Федерации было бы невозможно, по той простой причине, что есть просто законодательные акты, которые нужно соблюдать. Другой вопрос, что действительно в России есть разные голоса, которые явно, может быть, не с радостью воспринят такое родо решение со стороны белорусских властей. Спасибо большое, Евгений. Напомню, Евгений Прегерман был с нами на прямой связи через скайп. Белорусский политолог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова